Об инциденте 77-летней бабушкой наша редакция рассказала 25 июня. В 53-м барнаульском автобусе ехала пенсионерка, которая на свою беду забыла дома пенсионное удостоверение. У женщины с собой был проездной билет, но этого кондуктору оказалось недостаточно. Почти час она и водитель удерживали пенсионерку в общественном транспорте. Закрыли в автобусе, я уже к шоферу подошла, говорю, вы мне, хоть я не убегу, вы мне дверь откройте, я задыхаюсь. А он даже не разговаривает, материт меня. После выхода сюжета в эфир в опиющий случай стали активно обсуждать пользователи соцсетей, а Следственный комитет Края инициировал проверку. Когда об инциденте рассказали несколько федеральных телеканалов, в дело об удержании пенсионерки вмешался центральный аппарат Следственного комитета России. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 127 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением. Следователями опрошены свидетели, находившиеся в автобусе, проведен осмотр транспортного средства. В транспортной компании изъяты документы и опрошен ее руководитель. Компания-перевозчик Евробус от каких-либо комментариев отказывается и потому непонятным остается, на какой закон или, возможно, локальный акт ссылалась кондуктор автобуса, удерживая пенсионерку. К пенсионному предъявляется документ. Зайдите на госуслуги и, как положено, пенсионер должен предъявить документ кондуктору. А на ваш взгляд, по ней не видно было, что она? Вы понимаете, нас за это штрафуют. Я должна убедиться, что она при документе, при пенсионном, на каком-либо положении можете зафотографировать. Я выполняю свою работу. Сотрудники пенсионного фонда «Края» пояснили, пенсионные удостоверения вот уже два с лишним года не выдают. Вместо них лишь справки. Как объяснил юрист, предъявлять их дополнительно к проездному билету совсем не обязательно. Ведь, во-первых, проездной именной. Во-вторых, продают его как раз на основании справки, подтверждающей то, что гражданин является пенсионером. Сам факт наличия этого удостоверения проездного, или как он там билет проездной называется, уже так или иначе косвенно говорит о наличии такой справки у лица. Отсутствие справки, подчеркивает юрист, не может быть основанием для удержания человека. Но ни этот факт, ни возраст пассажирки, ни 30-ти градусную жару водители-кондуктор во внимание не приняли. Теперь виновным грозит уголовное наказание. Возможный максимальный срок – два года лишения свободы. Елена Макаренко, Наши новости.